Всем привет! С вами Татьяна Донит, и сегодня у нас не совсем обычное видео. Таких видео у меня не было на канале, но если вам понравится, и вы об этом напишите в комментариях, и что вы об этом думаете, то такие видео будут выходить, возможно, чаще намного, и, возможно, даже с вашими реплеями, ваших боёв, если вы их будете присылать на сервер Discord, ссылочка в описании, с указанием того, что было там интересного, а также прикладывая реплеи и скриншоты самого боя. Ну, а мы погоним. Перед тем, как загрузился бой, не забываем прожимать пальчики вверх и подписаться на канал, если вы этого ещё не сделали. У нас тут весело и интересно. Данный бой, как мы видим, произошёл у нас на карте Зимняя Малиновка. Это было в начале ивента, и я взяла планшетик и, ничего не подозревая, начала пробовать проходить ивент. И, как внезапно, первые бои у меня прошли вполне себе успешно. Ну, вы сами можете посмотреть по этому бою. Данный бой — это Колобанов 1 в 6. Я, конечно, сама немножечко офигела, но мне безумно приятно было получить такого Колобанова, где, по сути, оставшись одна против всей команды противника, внезапно победила и оказалась, ну, так сказать, в плюсе, заработав очки для команды и для победы, для ивента. Ну, картинка немножечко дёргается, потому что бой был сыгран на планшете, рассматривая реплей я на ПК, поэтому не особо этому удивляемся. В общем, приехала я в начале боя занять позицию и попробовать настрелять по кому-нибудь из противников, кто решит поехать в поле. Увидев, что союзники совсем не думали туда ехать, я подумала, что, наверное, всё-таки я сменю позицию и буду пробовать сделать что-нибудь иначе, помочь как-нибудь команде для победы. Ну, тут вот большой нюанс. Союзники молодцы, они поехали не просто в город объезжать, они ещё решили захватить точки. Тем временем я вижу, что у нас тут Лёва катается бортиком красиво, и шла ему немножечко накидать снарядиков, пропушить. Ну, и тут не только Лёва, тут ещё другой Лёва будет. Тут ещё будут другие ребята, которые будут выкатывать, но в основном, или вы оказались самыми успешными в плане получения урона от моей блохи. Но это здесь тоже не столь важно для исхода боя, как нанесённый урон. Тем не менее, мы уже видим, в нашей команде минус два игрока. Это было очень логично предположить, потому что в поле-то никто не поехал, и вся команда противника оказалась как раз-таки там. В том числе даже тяжёлые танки. Следовательно, их быстро вынесли, и толку от этого, то, что они туда поехали, практически не было ни такого. Хотя, по сути, Т49-й мог спокойно оттуда уехать, когда увидел засвет, Т-59-й. Наверное, из-за его манёвренности не совсем бы у него так получилось уехать. Ну, возможно, пожил бы немножко дольше. Тут, конечно, я получила небольшой выстрел от ИСУ, которую я не сразу заметила и поняла, что, блин, у меня хэфэ-то тают. Мне надо что-то делать, как-то хэпэшечки свои беречь. Я решила немножечко переехать на другую позицию и уже попробовать отыграть как-нибудь тут. Вижу, тут приехал Т49-й, попробовала из аркадки по нему выстрелить, что-то пошло не так. Вижу опять ИСУ, думаю, божечки-кошечки, если я ещё один снаряд получу от ИСУ, то всё. Тут уже 100% будет печалька. Тем не менее, если мы посмотрим на счёт, счёт уже 1-5. Наши всего лишь одного убили, а команда противника уже вынесла всех моих союзников. Что делать? Как быть? Встретились мы с Т49-м. Я, конечно, удивилась, почему он решил не ехать на меня, потому что я ему, по сути, была на укус, он бы мог спокойно выкатиться до того, пока бы я его разобрала и меня забрать, но Т49-й почему-то решил придерживаться другой тактики. У него была тактика, и он её придерживался. Он очень-очень-очень осторожно пытался играть, потом всё-таки решил, что, блин, тут уже звук, то, что команда проигрывает, выкатывается, и... И ничего не произошло. Он почти чуть не разбился об мою баху. Чудесным рикошетом я его танканула. И я понимаю, что сейчас будет победа. Что сейчас, если я буду играть очень осторожно, не выйду, на ИСа, не приму урон ещё от кого-либо, это будет победа. Если кто-то заметил во время боя, Т49-го я убила уже в тот момент, когда наш союзник, предпоследний, уже умер. И это получился Колобанов, благодаря превосходству, которое я просто ненавижу. Один против шести. Нонсенс какой-то. Если так посмотреть, я, по сути, не особо так-то много там пушила, не особо много настреливала. Но в то же самое время я в топе по урону. И команда союзника, вроде даже есть товарищи, вот, например, Борщий, Тай-59, которые стреляли. Хотя Тай-59 один из первых умер. Ну, я представляю, как противнику со локти. Ребят, напишите в чате, у кого были такие Колобановы, или какие Колобановы вообще были у вас в плане курьёзов, в плане конечности. Потому что данную медаль в данном бою просто нельзя назвать чем-то... чем-то таким обычным. Это что-то получилось необычное. Простите меня за тавтологию. Просто превосходство позволяет брать такие медали просто на изи. Хотя в данном случае тоже как бы не надо было упарываться. Ну и без везения, конечно, с Т-49. Хотя здесь, наверное, скорее сказалось... Возможно, человек волновался. Возможно, у человека были другие причины, почему он так и сделал. Но в то же самое время это было как-то немножечко необычно. Если вы хотите, чтобы ваш реплей был вот так же на моём канале, был озвучен мной, был мной прокомментирован, вы посмотрели на мои эмоции от этого боя, от вашего какого-то нестандартного, где было что-то необычное. Вот, например, как в данном случае с медалью Колобанова, присылайте, ещё раз напоминаю, на сервер Дискорд ссылка в описании. Я в бои... Реплеи все, конечно, пересматривать не буду, но исходя из описания, которое вы приложите к реплею, и исходя из скриншотов, которые будут тоже приложены к реплею, я посмотрю и сделаю выводы. Этот бой интересен или не интересен, стоит ли его записать или его не стоит записать. Если там будет что-то реально необычное, я его запишу и озвучу у себя на канале. И все вас увидят. Что вы думаете по этому поводу, пишем в комментариях, что вы думаете по поводу этого боя, тоже пишем в комментариях. Я обязательно всё прочитаю, мне очень интересно ваше мнение, потому что, что я испытывала после этого боя, я думаю, каждый испытывал из вас в каких-то своих ситуациях боевых. Ну а сейчас, ребят, всем спасибо, подписываемся на канал, прожимаем пальчик вверх и колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. И всё будет пучком! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok